Институт радиологии установил, ведомый не только в Беларуси, сегодня ее партнерами заявляется Агентство по атомной энергетике СМГТ, ученые с Франции и Норвегии. Если сразу после Чарнобырской катастрофы тут начинали со сбора даденных об ситуации на потерпелых территориях, то сейчас не только дают конкретные рекомендации по каждой территории, а и пропадают широкие новостейных технологий для ведения в творчестве. При двух обоисковых умовах это должно быть экономично обгрунтовано и безопасно для здоровья людей. Возделывать все культуры невозможно, потому что это экономически невыгодно. Наши почвы, которые на загрязненной территории в Гомельской области и часть та загрязненной Могилевской области, это почвы легкие по грану на леометрическому составу. Поэтому это супесчаная почва, это песчаная почва. Для них больше приходны, конечно, зерновые культуры, это кукуруза, как альтернатива, вот я говорила, сорговые культуры, пайза. Это те культуры, которые целесообразно возделывать на наших землях и получать хороший экономический эффект, хорошую урожайность. Если после Чарнобыльской катастрофы об этом навык не марали, то сейчас это уже реальность. В Институте лесу Национальной академии наук генные инженеры займаются уже несколько годов. В пытаниях эффективного выкрасывания лесов во умовах радиационного заброживания тут досягнулись значимых успехов. Со свет навядомыми можно назвать и распросовки Республиканского науково-практичного центра датацинной медицины и экологии человека. Эндокринология, применевая диагностика, гемокоррекция, это только некоторые на керунке деянности центра. Республиканский науково-практичный центр радиационной медицины открытый в снижении 2002 года. Зараз что год только местом стационары проходят лечение до 14 тысяч человек. И еще 60 тысяч в поликлинице. Сучасное обсталевание позволяет проводить реабилитацию на самом высоком уровне. Члены постоянной комиссии Совета Республики национального схода упогаджаются. За 30 чернобыльских годов зроблено шмат, а для той же закона радиационной безопасности насильства был принятым аль 20 годов тому. За этот час шмат чего изменилось, а тому некоторые положения потребуют унесения корректив. И еще одна огученная проблема. При наявности довольно значной колькости корыстных распроцовок их укоронение часто нельзя назвать эффективным. Наша наука разработала очень много предложений. В части, будем говорить, развития соответствующих территорий, в части оздоровленческой политики и многое другое. Но, к сожалению, многие наши, будем говорить, министерства, ведомства в силу каких-то определенных обстоятельств не всегда используют вот эти направления в виде, будем говорить, прикладных направлений в работе. То есть, то ли где-то не хватает средств, то ли где-то, значит, не хватает желания. Поэтому наша задача в обобщенном виде видеть эти направления и в какой-то степени вместе с научными нашими учреждениями проталкивать непосредственно в жизнь. Олег Синчерон, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель».